Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» Ответ на ваши вопросы Почему монашеский постриг не считается таинством? Но было время, что и отпевание, и чин пострига претендовали на наименование таинства По предложению некоторых богословов, некоторых отцов Но в результате все-таки за монашеским постригом Это достоинство, таинство не укрепилось Что это? Какая-то недостаточность этого чина Или мирянин и монах одно и то же Вы знаете ли, все Евангелие опрощено к монахам или к мирянам Когда Федор Михайлович Достоевский вспоминает свидетельство одного из обвиненных В каких-то многочисленных преступлениях против нравственности В отношении измен своим супругам Какие-то такие преступления бытового и семейного характера В ответ на вопрос судьи об образе его жизни Слышен циничный ответ подсудимого Ну, конечно, монахом я не был Этими словами, как бы оправдывая его свое распутство Но очевидно, что все заповеди, данные Господом Относились ко всем его ученикам Абсолютное большинство из которых Даже из самых ближайших апостолов Были людьми женатыми А вовсе не монашествующими И хотя говорит сам Господь о том Что блажены те, кто воспользуется Возможностью духу Следовать в большей степени, чем плоти И будут относиться к скопцам добровольным Царстве Ради Небесного И впоследствии апостол Павел Разъяснял своим ученикам о том Что отдающий свою дочь замуж Хорошо поступает А тот, кто видит решимость там То ли своей дочери, то ли своей собственной души Быть нерассеянно преданным только воле Божьей Еще лучше поступает Потому что он естественность духовную Ставит выше естественности физиологической Так что великое дело Сохранение невинности Чистоты, послушания священноначалью Но они не являются каким-либо Отдельным или особенным В человеке Произошедшем изменении По сравнению с тем святым крещением Которое и есть как раз Рождение для христианской жизни Для исполнения заповедей Божьих Эти интересные наставления Имеется в книге о единстве идеала Христова Священномученика Илариона Троицкого Что же такое монашество? Разве это то же самое, что и мирская жизнь? Нет, говорит он Но это торжественно засвидетельствованная Решимость всерьез отнестись К обетам крещения Не хватало решимости, дал обет И решимость появилась Святитель Иоанн Златоуз говорит Что миряне от монашествующих Отличаются только позволением иметь детей Монашествующие в организационном порядке Находятся в образе жизни В отчуждении от лиц противоположного пола Это различает Но ведь мы знаем, что и в миру живут Многие люди в целомудрии, в воздержании Во вдовстве, в девстве Храня свою чистоту И живя церковной жизнью Часто причащая святых христовых тайн Таким образом, брак не приближает Сам по себе нас к Богу И отсутствие брака не отдаляет от него И напротив Среди десяти дев Которые вышли навстречу жениху Пять оказались юродивыми И самое девство Не сделало их неразумных Участницами вечного брака Агнца Жениха небесного Таким образом, те добровольные ограничения Которые присущи монашескому образу жизни Не являются следованием Какому-либо другому Евангелию И монашеский постриг Несомненно вводит человека В круг определенной подчиненности Союза с церковью В отношении своего образа жизни Как теперь уже пожизненно Вверенного воленостоятеля И правящего архиерея Но, тем не менее Сам человек остается тем же Именуется по-новому Именно в связи с теми уставами Новой жизни Которыми он будет ограничен Но он остается тем же христианином Которым родился он В жизнь вечную Для него актуальность Его крещения Остается не нуждающийся В каком-либо дополнении Потому и Уже и находясь Под новым именем В новых ризах Его монашеского жительства Он тем не менее Пережил то главное Для него таинство Рождение Жизнь вечную В единство с Богом Которым мы именуем Святым крещением И второго крещения Не может быть у человека Так что Рождаясь в монашескую жизнь Постригом Как особым Монастырским чином Тем не менее Было бы неправильно Провозгласить Отдельным таинством Нового рождения Как христианина Это самый Монашеский постриг Вот именно поэтому За монашеским постригом Осталось все Благоговейнство Чина церковного Которое делает Человека пожизненно Обязанным Эти обеты хранить И нарушение этих обетов Может быть Уврачевано только Покаянием И возвращением К монашескому образу жизни А никак не просто Каким-то Только временным Огорчением С дальнейшим Возвращением Например К мирской жизни Не венчают Не венчают уже Человека Который Прежде давал Монашеские обеты Надлежит ему Вернуться В стены монастыря Надлежит ему Покаянием Омыв Какие приключения Если были Таковые Попущены Остаться В образе Жизни монашеском Только таким образом Он возвращается В число И Церковных людей Принадлежащих Господу По своему Христианскому Достоинству Но Таинством Это Чинопоследование Все-таки Не Определено Не признано Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok